Вот именно им, именно Анатолию и Ольге, вы можете задать любой вопрос, в любой день. И они ответят на вопрос. Они знают ответ на любой вопрос. И чаще задавайте им вопросы. Договорились? Чаще задавайте им вопросы. Хорошо, друзья? И мы двигаемся дальше. И я, вот мы сегодня много говорим о системе, да, о системе, как использовать, зачем, почему нужна, именно, нужно работать именно по системе, почему именно система Сарфи. И с большим удовольствием хочу пригласить сюда нашу гостью, топ-лидера, Reflame, Кристину Цоткан. Гуна Сила, здравствуйте. Очень приятно быть сегодня здесь с вами. Я первый раз в городе Камрад. И для меня одна из возможностей, которую предлагает компания Reflame, это путешествовать не просто по миру, а путешествовать по стране. Я до Reflame думаю, что помимо поездки в деревню к бабушке, это в Приднестровье одна из них, и очень близко к Кишиневу вторая из них, больше никуда не выезжала. И где-то, получается, ну в 20 лет я вот начала уже, уже будучи директором в компании Reflame тогда, начала путешествовать по стране. И я очень рада, что имею такую возможность, знакомиться с новыми людьми, знакомиться с новыми городами нашей страны. И видеть, я очень люблю ехать в машине, и я очень люблю вот эти диалвы. Вот эти все холмы, меня это очень вдохновляет, и вот как-то я вот чувствую вот это, вот эта дорога, даже если она 2 часа или даже 3 часа, я честно получаю обычно удовольствие, а никак не устаю от дороги. Поэтому спасибо вам за то, что вы сегодня организовались вот эту встречу и пригласили к вам. Мне 31 лет, я сама живу в Кишиневе, как вы поняли, в компании Reflame я уже, боже, скоро 13 лет. Честно, не знаю, какого числа, но скоро 13 лет, как с того момента, как я решила, что у Reflame для меня это место, где я начну и буду создавать свой бизнес. Это не со дня регистрации в компании Reflame, потому что я зарегистрирована чуть раньше, занималась просто продажами. И в один момент, когда я узнала больше о возможностях компании Reflame, и это я тогда приняла решение, что я хочу воспользоваться этими возможностями, я хочу стать директором компании Reflame, я хочу зарабатывать 1000 долларов в премию и еще 10 тысяч лей в месяц. Меня это очень вдохновило. Скажите, у вас это, вот просто вот эти 3 цифры, если только в цифрах, это вам как-то в эссурыге нравится, вот веселит? Ну, не веселит, она как-то вот притягивает вас вот эти цифры? Впечатляет. Впечатляет, да. Впечатляет? Или это мало? Очень даже впечатляет. Очень даже впечатляет. Ну, вот мне когда-то, я в 19 лет, меня очень впечатляло, но еще в те годы это было, ну, не знаю, либо для меня тогда это была просто сумма, которая выше не знаю чего. И я, мне казалось, что если я стану директором в компанию Reflame, была и есть у меня такая фраза, исполнил попа мэй, да? Вот. И не все поняли, да? И поняли? Да. Вот. И для меня вот казалось, что если я стану директором, мне больше ничего не надо. Вот больше даже расти, какая там выше легче, это успеха? Да не надо 10 тысяч лей в месяц. Что может быть круче? Естественно, что достигая новых уровней в жизни, новые ступени, ты развиваешься, и ты понимаешь, что можно и больше. А самое важное, это то, что есть то место, где ты можешь зарабатывать больше, где у тебя есть эти возможности. Не во всех местах, мне кажется, есть такая возможность. Здесь компания Reflame, она есть. И я нашла вот это место для себя, выбрала его, как место, где я вас... Нет. Фурсами по-русски. На фурс. Мой источник. Мой источник, это место, которое будет моим источником, которое поможет мне реализовать свои мечты. Потому что моя мечта, это оно же, там, у каждого из нас есть, там, что-то в глубине, там, что-то сделать, куда-то поехать, выучиться. Ну, у каждого свое. Но для этого очень часто нужны деньги. Вот место, где я зарабатываю деньги, это Reflame. Я его выбрала в 19 лет. Естественно, никогда не пожалею. Только потому что я не только воплотила все свои мечты, у меня появились очень много разных, еще смелее, чем они были до прихода моего в компанию Reflame. Это и квартира, это и машина, это и путешествия, это и в целом стиль жизни, который я могу себе позволить именно благодаря возможности компании Reflame. План успеха и то, что там вот эта лестница разноцветная, вот то, что она предлагает. Изучите ее. Вот я, честно, изучила. Я взяла план успеха компании Reflame, еще когда была, наверное, на уровне консультанта, может быть, 9%. Это было давно, я не очень помню. Но я помню, что я еще очень много сидела и читала этику. Я очень много читала про этику, что можно, что нельзя. Ну, потому что я очень серьезно к этому подошла и готовилась бизнес строить. Я должна знать, что мне можно, что мне нельзя делать, чтобы там, не дай бог, что-то случилось. Я это помню, это было. И в 20 лет я стала самым молодым директором компании Reflame Молдова. Я, мне нравится выступать, мне нравится быть на сцене. И вот здесь я еще одну мою мечту могу реализовать. Я могу быть всегда на сцене, выступать среди людей, вот в аплодисментах и так далее. Вот с 50 взглядов, да, это возможность, которая есть в компании Reflame, которая меня вдохновляет, да, и мне помогает вот этим самым реализовывать себя, чувствовать себя нужной, интересной, активной и так далее. Вот найдите что-то, что вас очень сильно вдохновит и что вам понравится, ну, в жизни вообще-то, да. И найдите вот то место, где вы, как источник, да, вы будете получать и энергии, и денег, и много новых навыков, которые вам понадобятся или нужны для того, чтобы вы реализовали себя. И для того, чтобы реализовать себя, конечно, все, что мы делаем, всегда начинается с нас. И система, в которой вот сегодня говорили, система Sarpio, оно, в принципе, вот с чего строится эта система, с вас, с каждого из нас. Когда я только решила стать директором, оно совпало с предложением от компании, был такой эксперимент, я его называю, и мы были как подопытные вот эти мышечки, две, пилотная группа правильнее будет. И вот выбрали два лидера из Молдовы, тогда не лидеры, просто два консультанта, более активных, наверное, выбрали. И предложили именно в этой системе попробовать, как бы, пройтись по этой системе и посмотреть, работает система или не работает система. Да, вот это была задача компании, ну, и как бы вместе с нами. И вот мы начали тогда, у нас это очень, она очень хорошо сработала. Она дала результат на обоих подопытных этих кроликов или лидера, да, мышечек. Вот, обе дали результаты, мы обе стали директорами. И очень быстро, именно потому что мы следовали этой системе. Мы выполняли все, как было написано. Нас контролировали ежедневно, нам давали задачи, мы их выполняли. Не выполняли, анализировали. Ну, опять же, не то, что не выполняли или не с кем было выполнить. Я помню одну из моих презентаций, среди первых, она, наверное, помнит, где мы ее проводили для стульев, я ее называла. Да, то есть никто не пришел на презентацию возможностью рефе. Но мы ее провели. Ну, тогда для меня это было, ну, давай порепетируем. Но раз никто не пришел, я в любом случае презентовала, потому что, э, мы, к, бы, я не знала текста и так далее, эмоции. Даже для стульев эмоции были, да, то есть это все презентовать. Поэтому вот в этой системе я научилась. Я научилась и я поняла, что мне нужно для того, чтобы я смогла этот бизнес вести самостоятельно. И я смогла научить еще кучу людей, которые хотят, как и я, другую жизнь, жить лучше, реализовывать свои мечты, и готовы работать, действовать, и вместе, и я знала благодаря этой системе, что с ними делать. Потому что бывает же такое, что вот люди, как бы, ты зарегистрировал, а ты не знаешь, что с ними делать. Скажите, пожалуйста, у кого была такая ситуация или есть? Есть? Не у всех есть консультанты, может быть, в структурах, да, есть, которые не имеют консультантов. Но вот я иногда, я знаю, я слышу от моих менеджеров, даже менеджеров, которые не стесняются, не стесняются и говорят, Кристина, то есть я его вот два, три, четыре, пять, они хотят. Что мне с ними делать, да, что я должен? Помимо того, что мы их приглашаем, мы иногда на самом деле не знаем, что мы должны делать с каждым из них дальше. И вот эта система, она отвечает нам на вот эти вопросы и помогает нам четко понимать, что я должен делать и что должен делать, и чего я должна научить моего партнера, моего консультанта. Не в зависимости, на каком он уровне или даже какая у него цель в компанию Рецепт. Зачем нужна система? Для того, чтобы было легко вас, нас дублицировать. Дублицировать – это копировать или повторять, да, повторять нас. Чтобы мы, потому что если мы это будем делать очень индивидуально, то есть сегодня так, а завтра вот так, а послезавтра еще круче, то нас будет очень сложно повторить, согласна? Сложно будет. А когда есть система, и это одинаково, это каждый раз вот по такому-то шаблону, и просто разные люди меняются, но ты так же всем объясняешь одно и то же, то в принципе это легко повторить любому человеку. Согласны со мной? Вот это называется система. И поэтому, если мы хотим создать какой-то супер бизнес, бизнес мечты, то мы должны, каждый из вас должен понять, что ему нужна система работы, и ее, самая хорошая новость, ее не нужно изобретать. Изобретать. Она уже изобретена, и она работает, и помогает тысячам людей, людей, лидерами из разных стран мира достигать успеха. И вы их видите на обложках книги, вот, примеру, красоты внутри. Эти лидеры есть со статьями, как, что у них вместе с компанией Reflame получилось. Вы можете на сайте прочитать разные истории, вы можете в YouTube, в Facebook, в Миру Reflame. Везде есть информация в плане успеха у лидеров, которые благодаря возможностями компании Reflame и систематичной работой получили прекрасный результат. Давайте мы вместе с вами посмотрим, как выглядит эта система. Она довольно, как бы, много здесь элементов, но мы возьмем по очереди. Первый элемент это, или мы чаще всего занимаемся приглашением людей, да? Приглашаем мы по-разному, используя разные методы. Приглашение это имеется в виду сбор контактов и их обработка, обработка, правильно, прелукраря контактов, да? Обработка этих контактов. Для того, чтобы мы потом отсюда имели, куда приглашать. Приглашаем, то есть, и вот здесь уже начинается процесс рекрутирования. Когда мы уже с этим человеком встретились, мы ему объясняем, мы ему рассказываем о возможностях у Reflame. Пускай это будут сессии по уходу за лицом. Это могут быть мастер-классы, это могут быть wellness-встречи или бьюти-вечеринки. То есть, эта встреча какая-то, где человек, попадая, получает информацию либо о продукте, или через продукт. В любом случае, мы потом придем и расскажем и об акциях, и о стартовой программе, и о возможности, которые предлагает компания Reflame. Есть? Понятно? То есть, мы должны создать поток людей и знать, понимать, куда их приглашать. Вот здесь вам нужен спонсор. Для новичков особенно, да? Потому что новичок занимается в первую очередь приглашением людей. А спонсор ему помогает вот это все рассказать, помочь его приглашенному объяснить внятно, и помочь этим самым ему внутри, в своей структуре их зарегистрировать. Вот здесь вам нужно вместе со спонсором сделать как график, планку. То есть, на этой неделе, в какой день, в какое время я могу пригласить этих людей. И на что? К примеру, в понедельник там встреча сессии по уходу за лицом, во вторник там бьюти-вечеринка, или через день. Вы уже сами согласуете вместе со своим спонсором, менеджером, как, в каком формате, где вы это будете проводить. Потому что здесь есть пару деталей, которые нужно обсудить. Ни один человек сам это решить не сможет. Дальше. Пришли люди, они решили либо регистрироваться, либо что? Заказ делать. Либо заказ супер сделать, либо что? Сказать спасибо, до свидания. Правильно, правильно. Естественно, и это нормально. То есть, не думайте, что если люди пришли, и никто не зарегистрировался, фа, щи, диреу, я, Саша, нехороший, неэффективный лидер, и у меня не получается, все, это не для меня. Нет. Каждый лидер и каждый человек имеет право выбора. Он может прийти согласиться, он может не согласиться. И вы не виноваты. Мы должны просто знать статистику и понимать, что я должна пообщаться в день. А с кольки? С тремя людьми. И это делать каждый день. И на протяжении 10 дней будет 30 человек. И из 30 человек есть 100% гарантия, что как минимум, даже я скажу, пятеро из них как минимум зарегистрируют. Все. А какой из них будет первый, второй, или может быть последние пятеро как раз попадутся, а нужно было сделать все 30. Понимаете? Не делайте выводы из одного, из одной встречи или из одного маленького результата. Новичок. Что делаем с ним? Остальным сказали спасибо, ну как бы можно к ним вернуться потом, конечно. С новичками, что мы делаем? Регистрируем их. Регистрируем их, окей. Объясняем, что делать. Объясняем, хорошо. А что делать вы, что имеете в виду? Как учим, что делать. Первый заказ мы нашим делаем. Как делать заказы, как показывать каталоги, как собирать, отлично. Хорошо. Вы им рассказываете, наверное, стартовую программу, да? Да, да. Объясняете и так далее. Окей. Это, в принципе, называется успешный старт. Вот все, что вы назвали, это называется успешный старт. Есть тренинг, я сегодня не буду его объяснять, из чего он состоит. Есть специальные тренинги, как проводить все успешные старты. Есть это все на сайте, ваши лидеры знают. И даже я вам скажу секрет, где он есть, прям прописан. Папка возможности Reflame. Кто-то видел ее когда-то? Вот последняя страница папки возможности Reflame на одной странице. Весь успешный старт. Возьмите, откройте последнюю страницу вот этой папки презентации. Хорошо, добро пожаловать в Reflame, это стартовая программа. То есть на этом этапе консультант, который зарегистрировался, он принимает решение или пробует пройти стартовую программу из четырех шагов. Вот на протяжении этих четырех шагов мы должны с ним встретиться несколько раз. Первый каталог, там есть правила четырех контактов, потом есть разные тренинги для новичков. Обязательно, каждый новичок, вы должны... Подстраховаться. Убедиться, что ваш консультант прошел вот эти два тренинга. Потому что вот на этих двух тренингах он в принципе примет решение идти дальше или быть просто консультантом по красоте, либо охранником любителем. Он здесь решит. Это не даст гарантии, что он будет вашим бизнес-партнером, но это даст ему более четкое видение, понимание, что на тренинге шаг-один это про продажи. У меня из моего опыта все консультанты, которые прошли шаг-один, шаг-один не стартовая программа, а тренинг шаг-один по продажам, прошли шаг-один, два и три стартовая программа. Хорошо научились программы. Да, да. Они там узнают о каких-то техниках. Не просто дать взять каталог, да, а что сказать, а сколько каталогов, а какие-то фразы, а как работать с возражениями. Вот это все есть на этом тренинге. И у него есть уже понимание, что делать и идти дальше работать. На этом этапе, вот даже здесь, консультант на этом этапе может решить то, что я говорила, стать счастливым консультантом. То есть он просто пользуется нашей продукцией. Хорошая продукция, почему не пользоваться? Если даже я не решила для себя стать директором в компании Рифе, может быть не сейчас, может быть потом, то я могу же быть счастливым консультантом. Пользоваться, даже рекомендовать эти продукты, там, двум, трем, четырем семьям, с которыми я знакома. Кто-то проходит до конца и решает идти дальше. Вот принимает решение, что мне нравится эта компания, мне нравятся эти возможности. Он на шаге два, на тренинге шаг два, узнает о плане успеха. Он узнает, что в компании Рифей не просто узнает, он об этом, в принципе, узнает и на первой встрече. Но все запомнить на первой встрече невозможно. И вот здесь он слышит это во второй, третий и более подробно. И он тогда принимает решение, дай-ка попробую, да, сделать из этого бизнес. И приглашаем мы его по системе на тренинг экспрессом к мечте. Это выездной тренинг, он буквально недавно, ну, пару месяцев назад прошел в Адулую воду, где лидеры пригласили своих партнеров, то есть новичков практически, да, ну, то есть которые уже были на пару тренингов, они могли, были некоторые на три, на шесть процентов. И они были с нами на этом тренинге, где они узнали вот за два дня подробно абсолютно все, то, как, что, где, как приглашать, все про систему профи. И получили инструменты для того, чтобы уже начать действовать рядом, не только со своим спонсором, но еще рядом с компанией. То есть компания нас очень сильно поддерживает. Даже после тренинга экспресса к мечте уделяет максимум времени. 80% своего времени лидер уделяет партнерам. И только остальные 20% остаются на остальные консультанты. Счастливые консультанты, потребители и так далее. Но партнеры – это люди, с которыми мы работаем, обучаем, контролируем, создаем отношения и так далее. То есть это привилегия для вас, для нас, да, быть в ключевой команде. Вы получите очень много от этого. Во-первых, персонального тренера, в принципе, да, персонального тренера. Если вот здесь делать такой параллель, что пойти в спортклуб, можно же купить абонемент и можно еще там взять персонального тренера. Да? Сколько это стоит? Много. 10, 20. Ну, у нас в Кишиневе стоит 250 и больше надо 200, 250 лей один урок, одна лекция. То есть если я его возьму на 10 лекций, то это 2500 лей, как минимум. Ну, в среднем давайте так возьмем, да? Здесь у вас бесплатный тренер, который готов вас учить быть рядом, направлять, корректировать, вдохновлять, мотивировать. Сустинин. Поддерживать, да? То есть этого, это тот человек, но он должен понимать. Вот я выбираю свою ключевую команду людей, которые понимают свою роль. То есть не только я буду и это, и то, и третье, и десятое. Но у нас есть у обеих сторон есть обязанности. Да? Я готова выполнить свои, но и ты будешь готова выполнять свои обязанности. И тогда мы в команде. А когда один выполняет, а другой нет, что происходит? Ну, команда распадает через какой-то, если не сразу, то немножко позже. Она просто скажет, что это не для меня. Да? То есть вот это очень важно. Вот здесь определяются какие-то правила вместе со своими партнерами. Дальше. И здесь кому-то не понравится. Ну, скажут, что нет, я не готов, я это не хочу делать. Или попробуют, и потом решат, нет, спасибо. Он становится счастливым консультантом. Мы со всеми поддерживаем, продолжаем поддерживать хорошие отношения. То есть если ты решил не быть моим партнером, не знаешь, что я с тобой не буду общаться, или не буду встречаться. Будем. Просто это реже уже происходит, потому что он просто покупает для себя, или там узнает. Один раз каталог, мы точно с ним там иногда общаемся, и передаем ему всю информацию. Следующий этап, это он становится менеджером. Вот, что он должен пройти как минимум, а между вот этими этапами здесь работа. Ежедневная вот эта работа, которая делает активности разные, которая делает спонсор вместе со своим бизнес-партнером. Вы вместе со своими консультантами. С кем-то просто созвонить, с кем-то пообщаться, с кем-то встретиться и пойти порекрутировать, с кем-то организовать мероприятия, кого-то приглашать. Вот это ежедневные действия, которые мы делаем, между узнали информацию для менеджментатором практика, внедрили в практику, и так далее. И, естественно, мы получаем результат. Но нет такого, чтобы ты что-то сделал и не получил результат. Нет вообще. Вот нулевого результата нету. Вот самый маленький, но он будет. Самый-самый-самый маленький. Я думаю, среди вас есть люди, которые что-то делали уже, да? Был ведь какой такой результат? Конечно, был, чем когда ничего не делали. Хорошо. Менеджеры. У менеджеров есть уже свои обязанности. Там есть роли свои, которые вы, опять же, детально, что на каждом этапе делать, это уже входит в... Вот на тренинге экспресса в пище, вы там узнаете в более подробностях. Менеджер тоже продолжает, кстати, постоянно развиваться и обучаться. И вот где он постоянно обучается? Уже для него организовывается Академия Лидерства 1. Это может быть однодневный с утра до вечера тренинг. Это могут быть двудневные тренинги. Это могут быть выездные и невыездные. Вот встретились, да? Провели, узнали информацию и действуем. Опять до следующего этапа. Становимся директорами. Директора у нас идут на Академию Лидерства 2, где им нужно еще больше узнать уже, как в своей структуре не просто находить новичков, к примеру, или не просто создавать ключевую команду, а как из этих делать директоров или побольше менеджеров и так далее. Это все обучается на Академии Лидерства 2. И вот так мы становимся золотыми директорами. Это путь, который мы можем пройти и стать как минимум золотым директором в компании «Рифлей». Почему золотой директор? Потому что на этом уровне компания нам гарантирует европейский стиль жизни. Это уровень, который нам дает минимум 15 тысяч лей в месяц. В три недели, пардон. В месяц почти 20. Ну, 15 пускай будет. Это хороший заработок для Молдовы, для Камрата, для Кагула, для других городов, для всей Молдовы. Это хороший заработок, который мы можем иметь. Это путешествие один и даже два раза в год, которое предлагает компания уже лидером на этом уровне. Каждый год новую страну видеть, отдыхать в самых лучших отелях. Не просто, как мы выбираем, когда едем на Войнольд, да? Там, «Майбиня жёшь, анстаун камер, сат и зила», да? То есть, выбираешь попроще вариант. Я, к примеру, наверное, так же. Но не всегда беру самые-самые люксовые. Но когда я еду с компанией, мне нравится, что компания меня заселяет в самые лучшие номера. И опять же, для чего? Для того, чтобы мы смогли почувствовать другой уровень жизни. И захотеть. Да? Просто захотеть. Есть же такое, что повторяем, что ты должен попробовать, чтобы полюбить что-то, или захотеть, и так далее. Вот мы на конференциях, мы пробуем другой стиль жизни. И им не молитв, заряжаемся. Заражаемся, не заряжаемся, да? Чтобы захотеть ещё больше, и так далее. И опять же, здесь предела нет. Нет предела в возможности компании Рифэми влестницу успеха. Потому что уровень золотого директа – это не максимальный уровень. Есть, пожалуйста. Главное – захотеть, быть готовым действовать и сесть вперёд. И вот ключевые моменты системы Pro, системы Sartreo – это как принципы. Это рекрутирование, это развитие лидерства, и это поддержание активности структуры. В каждой из них, то есть в этой системе всё объясняется. И цель. Ну, цель нам создать вот такой бизнес мечты, да? Что делать? Есть. Как это сделать? Тоже есть. В подробностях. Мой вам совет. То есть вот эти два слайда вот здесь можно сделать, попросить у ваших лидеров, чтобы они вам их просто как картинку прислали. И первый, и второй. Да? И вы просто возьмите и попробуйте. Вот пришёл человек, его провести по этой схеме. Не зная, что делать, посмотреть, что нужно делать на этом этом. Не стесняться, мы никто не забыли. Я сама подсматриваю, а что с ним делать уже сейчас, что ещё его учить, что с ним ещё делать, да, чтобы получить максимум результат. Это вам поможет как методичка. И есть ещё книга, она так и называется. Технология успеха. Тоненькая книжечка, чёрно-белого цвета. Можете на сайте зайти в раздел «Мои заказы», мне кажется, и там есть бизнес-аксессуары. И вот там найти литературу и заказать себе свой заказ. Технология успеха. Тоненькая книжка, которая стоит 15-20 лет. То есть очень недорого. То есть сколько? 13 даже. 12 даже. То есть супер. И вот там это всё описано по этапам. Можно, знаете, взять просто свой уровень и действовать по нему. Вот, что я хотела вам рассказать так вкратце о важности системы в нашей работе и о преимуществах работы именно в системе. Что ваши люди, которые придут, они будут не делать что-то другое. Они будут делать так же, как это делаете вы. И вы сумеете благодаря этому построить на самом деле бизнес мечты. В котором вначале есть такая же разница. Ты работаешь на твой бизнес, а потом твой бизнес работает для тебя. И у тебя есть возможность дойти до того уровня, чтобы иметь пассивный доход. Чтобы иметь вот тот, и почувствовать вот стиль уровень, стиль жизни успешного человека. Я вам желаю быть успешными. Я вам желаю быть красивыми всегда, здоровыми. И в облачении принесли. Спасибо.